Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» Татьяна Дмитриева. Как проходит весенний призыв? Что нужно знать о службе призывникам и как подготовиться к армии? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии заместитель начальника отдела призыва военного комиссариата Самарской области Владимир Бобров. Здравствуйте, Владимир Иванович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие разнарядки на нынешний весенний призыв? Вообще, из года в год как-то они увеличиваются, уменьшаются или эта цифра стабильная? Значит, ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что призыв весна 2017 года проходит в том же правовом поле. Практически изменений нет. Единственное, наверное, можно сказать, изменение такое, это предоставление отсрочек гражданам, которые обучаются в учебных заведениях среднего профессионального образования. Если раньше граждане на базе 9 классов поступали в эти учебные заведения, им предоставлялась отсрочка до 20 лет, то в настоящее время и граждане, те, которые поступают и на базе 9 классов, и на базе 11 классов, предоставляется отсрочка до окончания учебного заведения, то есть до освоения программы. Это первое. Значит, что касается количества призывников, которые как бы из года в год призываем на военную службу, практически весна 2016 года и весна 2017 года количество практически одно и то же оставилось. Что весной 2016 было в пределах 3,5 тысячи и весной 2017 года 3,5 тысячи. А явка как в призывные вот эти комиссии, как она уже проходит? Есть какие-то, может, данные? Призывные комиссии только начались. Сейчас будем говорить так, что практически 95% ребят являются на призывные комиссии. Ну а 5% есть, конечно, может быть, полпроцента есть, которые не являются без уважительных причин. Остальные уважительные причины. Поэтому говорить о том, что, допустим, лучше идет призыв весны 2017 года... Пока еще рано. Да, пока еще рано. Пока еще рано. Скажите, пожалуйста, вообще самарцы традиционно в какие точки отправляются служить? Это очень многих интересует, вот эта география. Ну, география вообще это вся страна, конечно. Но, надо сказать, от того количества, то есть от 3,5 тысяч приблизительно, мы призываем, 30% у нас проходят военные службы на территории Центрального военного округа, то есть нашего округа. Наш округ, вы знаете, очень большой. Самый большой округ в вооруженных силах. Это, считайте, на западе от республики Мордовия, Чувашия, республика Мариэл, Пензенскую область, будем так говорить, и на восток, до Иркутской области включительно. Поэтому территория огромная. Ну и плюс во все округа, в западный, южный и восточный военный округ, в том числе и Крым, мы отправляем своих ребят. А пожелание призывника как-то учитывается? В часть, где хочу служить, или вот даже вот территория, или нет? Как правило, призывников интересуют, как попасть в воздушно-десантные войска, войска специального назначения. Это в первую очередь их интересует. А уже по географии, как говорится, ну, здесь вопрос в меньшей степени. Единственное, эти вопросы задают те призывники, которые женаты или имеют детей. Вот, поэтому по указанию командующего, в оргуказаниях командующего, нам предписано этих ребят направлять ближе к месту жительства, по возможности. Что мы и делаем. Существует спортивная рота, насколько я знаю. Из Самарской области есть туда претендент, которые управляются? И какие условия и требования к таким кандидатам? Ну, во-первых, требования очень высокие, не ниже кандидата мастера спорта. Да, и участие в определенных соревнованиях, и места в определенных соревнованиях. Ну, количество небольшое, значит, в этом, если мне не изменяет память, весной мы этого года призываем трех человек спортивной роты. Поэтому будут служить, да, они сначала направляются, как говорится, в Южный военный округ, в Краснодар, будем там говорить, там формируют из них спортивные роты, и наши ребята будут там проходить. Услышала, что есть кроме спортивной, еще и научные роты. Скажите, пожалуйста, самарцы как-то вот к этой отрасли. В настоящее время два человека отобрут у нас научные роты. Ну, здесь, конечно, от ребят... Что там за специфика? Ну, специфика, она разная, да, специфика, она разная. Требуется, как говорится, чтобы голова работала хорошо, будем так говорить, и научный подход к той или иной работе. Ну, то есть определенные требования. Поэтому вот таких ребят подбираем, они являются пока только кандидатами, и после того, как, как говорится, с ними пройдет тестирование, собеседование, они могут зачисляться в эти учебные научные роты. А вообще основной возраст призывников, он какой в среднем? Потому что можно же идти или в 18, или... Ну, как правило, у нас где-то, будем так говорить, от 93 до 95 процентов это ребята, которые получили среднее профессиональное образование. Это возраст, соответственно, после 20 лет. Вот. Или с высшим образованием. Это уже где-то тоже после 23-25 лет. Ну, призывникам, если высшее образование, им нужно закончить, да? Можно закончить. И призывникам, и кто обучается в средних профпрофессиональных учебных заведениях, им предоставляется отсрочка на весь период освоения программ. Да, чтобы вот уже не волноваться. А какие еще существуют отсрочки, которым чаще всего пользуются, а какие, может быть, еще не такие известные и к ним редко прибегают? Ну, наверное, ну, первое, значит, по состоянию здоровья отсрочка предоставляется, да, временная. Так говорится. По образованию отсрочка предоставляется. По семейному положению отсрочка предоставляется. Вот эти основные отсрочки, которые представляются призывникам. И это наибольшая часть, особенно по образованию. Понятно. Вот вы сказали про здоровье. Всегда интересно, вы выступаете такими, вы исследуете эту область, здоровье молодежи. Вообще, с какими заболеваниями в армии они берут? И сегодня чаще всего, какие встречаются с заболеванием молодежи? Вот что тоже интересно. Ну, конечно, конечно. Уже недоборы веса уходят в прошлое, наверное? Ну, наверное, скорее всего, да. Конечно, более подробно бы вам рассказал представитель военно-врачебной комиссии области. Ну, я хотел остановиться, это заболевание костно-мышечной системы, да. Психические заболевания. Вот это вот такие на ряду стоят, в первую очередь. Ну, и потом уже меньший процент других заболеваний. Да, ну вот все-таки эта система позвоночника. Ну, и плоскостобие, и позвоночник, и так далее, и тому подобное. Оно наиболее активно. Вообще, сколько у нас призывных комиссий, и нет ли такого недостатка, как вот много призывников, долго ждут, и так далее, вот в организации? Значит, у нас 44 призывных комиссии района города, плюс областная призывная комиссия. Поэтому, ну, конечно, нет, в каждом районе призывная комиссия существует. Соответственно, представитель призывной комиссии, как правило, глава района или города. Поэтому, ну, как так сказать, эта очередь не в поликлинику. Да, еще можно и постараться немножко подождать. Ну, и очередь не бывает. Такого, ну, таких претензий нет. Нет, поточный метод, ребята идут, и вопросов даже нет. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что у всех есть и права, и обязанности. Какие есть права у призывника и обязанности в том числе? Я хотела бы уточнить, бывают ли такие случаи, когда призывники жалуются на нарушение прав призывника, и обращаются даже в суд? Вот такое бывает или очень нет? Да, да, есть такие случаи. Ну, изначально призывники не соглашаются с решениями призывных комиссий, а именно в состоянии здоровья. Соответственно, они обращаются в военно-врачебную комиссию области. Вот, на период, когда они обращаются в военно-врачебную комиссию области, то есть с жалобой, значит, военно-врачебная комиссия области рассматривает, заобоснованно он обратился или необоснованно, выносит решение в ту или иную сторону. Соответственно, на этот промежуток времени, как бы, призывник не призывается. То есть решение не выносится. Вот, но это в первую очередь. В основном, вот то, что мы встречаемся, ну, наверное, 99% вот этих жалоб на, как бы, состояние своего здоровья. Перестраховываются призывники, да? Ну, наверное, скорее всего. Скорее всего. Хотя мы, видите, как получается, у нас же есть определенные критерии, да? Он может быть годен с незначительными ограничениями. И некоторые призывники считают, что это незначительное ограничение препятствует прохождению военной службы. Но это не так. Поэтому, если он не согласен с решением призывной комиссии района или города, он обращается в областную призывную комиссию. То есть и наша военно-врачебная комиссия области определяет. На самом деле он не может проходить военную службу или... Ну, еще вот про обязанности хотелось бы услышать. Какие обязанности? Ну, обязанности призывника написаны в удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Это такой у них документ, который вот так называется. Раньше он назывался приписное свидетельство просто. Сейчас он называется удостоверение гражданина. И там все расписано. И там обязанности расписаны. Вовремя прийти в призывную комиссию. Вовремя, вовремя, вовремя явиться и так далее и тому подобное. А если не сможет призывник вот день в день прийти, или даже с опозданием на там неделю, 10 дней, вот до конца призыва, это его право или нет? Или это уже нарушение, явиться все равно? Давайте так. Значит, есть как бы объективные причины, и объективные причины он должен подтвердить определенным документом, справкой, что он болел, или справкой, что он был в командировке, ну и так далее и тому подобное. Поэтому в повестке указывается время, а повестка вручается не позднее трех дней до явки призывника на призывную комиссию. Не всем 1 апреля, то есть по мере... Нет, нет, конечно, нет. Потому что нагрузка определяется на каждую призывную комиссию не более 50 человек. А, все распределено. Да, распределено. Ну, бывает, конечно, случай, когда, ну, будем так говорить, 50 человек вызвали, а здесь с обследования приходят ребят. Потому что, если парень заявил жалобу, обязательно призывная комиссия его направляет на обследование. Он проходит и обследование, уже с актом обследования, исследования, приходит на призывную комиссию, и комиссия уже принимает по нему решение. А призывные комиссии, они работают в каком графике? Тоже хотелось бы узнать, насколько он удобен. Может призывник и учиться, и работать, и так далее. Значит, большие военные комиссариаты, так называемые первого разряда, это, будем говорить, город Самара, Сызрань, Тольятти, у них практически все три месяца заполнены. Более маленькие комиссии, ну, допустим, берем Красноярского, Челновершинского, Кошкинского и Елховского районов, они могут, ну, условно говоря, месяц работают. Потом берут резервные дни какие-то, составляют график, этот график доводится и до врачей, и представитель призывной комиссии утверждает его. Вот, и в эти резервные дни, то есть всех призывников через призывную комиссию пропускают, а резервные дни остаются как бы те, кто не успел пройти обследование, да. Я вовремя не явился, и так далее, и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вот как эксперт, общее настроение призывников меняется? Вот они идут с таким негативом, вот мне надо там служить, или что-то уже вот меняется у молодежи? Потому что такое ощущение, что уже боязни такой нет. Нет, абсолютно. Служить, еще там что-то вот меняется. Вот что вы замечаете? Вчера проходила на территории Кенельского района акция «Областной день призывника». Значит, вот глядя на ребят, вот видишь, что в глазах есть желание служить. Ну, тем более, та программа, которая была составлена с участием представителей воинских частей, особенно бригады специального назначения, там по кассе, ну, ребят зарождают. Даже вот такие ребятишки, которые пришли на площадь, они были поражены, ну, техникой, вооружением и так далее. Я думаю, что отношение ребят к службе в армии меняется. Ну, и, будем так говорить, законодательная база, она тоже меняется. Вот принят федеральный закон в 13-м году, номер 170, который определяет, тот призывник, который, значит, не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, уже ни в муниципальные, ни в государственные, никуда не может устроиться. Поэтому те ребята, которые имеют высшее образование, для них очень актуально. С высшим образованием и не работать, допустим, в каких-то госструктурах, это не очень хорошо. Ну, еще то, что срок службы сократился, ну, уже несколько лет, да, до года. 12 месяцев, как говорят в законе. Ну, да. Но слухи ходили, что, кстати, возможно и увеличение, по-моему, до 1,8, до 18 месяцев. Ну, я человек, как говорится, военный, я верю документу. Пока сложен 12 месяцев. Да. Поэтому, да, слухи, они всегда были слухи, а увеличение, по крайней мере, по заявлению министра обороны, президента нашего, увеличение срок службы, нет, предвидится. Ну, вот если еще размышлять о том, почему меняется настроение призывников, какие причины вы можете так вот обозначить тоже? Ну, кроме того, что год службы и все это. Ну, ребята понимают, та ситуация, которая складывается вокруг России, Российской Федерации, ну, она предполагает, что молодой парень должен пройти с военной службы. Это раз. Ну, это чисто уже, как говорится, интуитивно, наверное, даже на некотором, что я должен отслужить, что я должен помочь своей родине на том или ином рубеже. Я же не говорю, допустим, мы говорим иногда военно-патриотическое воспитание. Ну, те, которые, ребята, отслужили, да, они патриоты. Ну, тот, кто по состоянию здоровья не мог служить, он тоже патриот, если он приносит пользу своей родине. Поэтому тут разделения нет. И поэтому ребята идут служить. И условия, значит, во-первых, в воинских частях намного лучше стали. И даже вот посмотреть, как одета солдата, да, в полевую форму там и так далее. Уже видно, что отношение к армии по сравнению с 90-ми годами намного изменилось в лучшую сторону. Кстати, вот в подтверждении ваших слов прочитала, что появился НССР. Это тоже как одна... НССР. Даже вот видите, такая новинка, что не знаешь, как произнести. Что туда входит, к чему это? Значит, давайте так. На областном сборном пункте, значит, когда уже команда готова, его, этих ребятишек переодевают в военную форму. Там и берцы выдают, и форму, и теплая. Ну, по сезону все полностью. Кроме того, на областном сборном пункте, уже парень, который в команде, ему присвоивается военным комиссаром области воинское звание рядовой. И уже у него начинается служба. Ему выдается НССР. В НССРе все, как говорится, от кремов всевозможных, от зубной щетки и так далее и тому подобное. То есть у него все это есть. Ну, вот, пожалуйста, отношения. Я же говорю, меняется полностью. Меняется. Вы же знаете, что осенью прошлого года с областного сборного пункта отправлялся воинский эшелон, значит, питание предполагалось ресторанное. Да, ну, это, мне кажется, вот бывают и перегибы, да? Ну, вот, наверное, все-таки призывник не едет ни в такую кухню. Ну, будем так говорить. Когда, ребята, был, значит, будем такой багажный вагон, будем говорить, там стояла кухня такая, вот, солдаты-повара были, вот, с воинских частей. Сейчас этого нет. Сейчас сторонние организации организуют питание на высшем уровне. Поэтому ребята, которые едут, ну, во-первых, будем так говорить, до трех суток, ребята, как правило, едут, если в эшелоне они обеспечиваются сухим пайком, свыше трех они уже питаются горячим полностью. То есть все нормально. Да, вот это вот уже отношения. И еще, а как вы относитесь вот к такой тоже новинке, что введение дневного сна тоже, вы знаете, вызывает такое? Вот армия это все-таки, наверное, не детский садик. Ну, давайте так, давайте так. Значит, это было введено бывшим министром обороны. Вот. На данный момент я даже вам не скажу, есть вообще вот такой момент. Или нет, да. Это надо у командиру воинских частей спросить, как они у них вот это вот распорядок, в распорядке предусмотрен или нет. Потому что вся жизнь, вся жизнь и быть солдата определенный распорядком дня. Конечно. Поэтому, если он предусмотрен, значит, есть. Значит, будет. Значит, это обосновано, наверное, да? Ну, наверное, наверное, да. Ну, хотя звучит, конечно. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим сюжет о том, как работают призывные комиссии, чтобы вопросов становилось все меньше, а потом продолжим. Служить не тужить в этом уверен после встречи с кадровыми офицерами российской армии девятиклассник Роман Филимонов. А еще вчера он сомневался, стоит ли вообще идти в армию. Теперь молодой человек решил готовиться к службе, записавшись в патриотический клуб. Ветераны рассказали все очень четко, понятно и немного даже появилась мотивация пойти в армию. Владимир Касимцев спит и видит себя армейским медиком. В школе налегает на химию и биологию. После госэкзамена планирует поступить в медуниверситет, а получив диплом врача, примерить на себе погоны младшего лейтенанта российской армии. Это будет помогать налаживать отношения с любыми людьми, абсолютно любыми. Также это будет приближать к таким условиям, в которые может попасть абсолютно любой человек. А значит это, назовем это так, выживанием. Потому что экстремальные ситуации были, есть и будут у всех всегда. И умение их преодолевать, и ориентироваться, и не терять голову, это всегда полезно. Встречи военных комиссаров, ветеранов и героев локальных войн с самарской молодежью призывного возраста проходят регулярно. Офицеры рассказывают о буднях армейской жизни, и о тех проблемах, которые могут возникнуть у молодого человека, если он откосил от армии. Закон регулирует тот вопрос, который называется непрохождение военной службы, не имея на то законных оснований. Кто-то в дальнейшем вместо военного билета получит справку формы 1У. Этот документ будет серьезным препятствием в дальнейшем трудоустройстве. А почему бы не пойти, почему бы не служить. На войну никого не отправят, а подготовят, подготовят соответствующим образом. Записаться в армию можно дважды в год в осенний и весенний призыв. План военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары всего 250 новобранцев. Он выполняется. В последнее время у клонистов стало намного меньше, а срочники зачастую после дембеля уходят служить по контракту. Благо зарплата выше, чем на гражданке, существуют социальные льготы. А после определенного срока службы государство обеспечивает квартирами. Ну вот в сюжете прозвучала эта тема, отдельная, я бы сказала, служба по контракту. Также контрактники востребованы, какие условия, как вы набираете, вообще к вам это имеет отношение? Потому что это вот нет-нет, да, как-то звучит, что вот пойду, даже среди молодежи, что есть такая возможность. Не получается где-то на гражданке, да, вот не может устроиться на работу еще что-то. Ну вообще отдел призыва не занимается набором граждан на военную службу по контракту. Ну какая-то вот информация. У нас есть пункт набора граждан на военную службу по контракту, который непосредственно занимается этим вопросом. И несет ответственность за это дело, за этот участок работы, будем так говорить. Но ребята с высшим образованием имеют право заявить на призывной комиссии, что он желает проходить военную службу по контракту. Соответственно, эта служба будет длиться два года уже. Но он уже как контрактник, он будет получать заработную плату или денежные довольствия, будем так говорить. Поэтому, пожалуйста, есть желающие, те, которые закончили высшее учебное заведение, проходить военную службу по контракту. Он подписывает первый контракт на два года и проходит военную службу. Если ему понравится, значит, продолжение контракта, пожалуйста, нет вопросов. А так, в общем-то, можно на два года и все. Если почувствовал, что не мое, сложно. Да, 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 да. И еще такой тоже очень важный вопрос. Как и где можно подготовиться к армии? Где этому учат? Вообще, насколько это востребовано? Или, в принципе, ну закончил ты там школу училища и пошел слушать? Да, да. Ну, будем так говорить. Значит, учатся в школах. Есть такой предмет ОБЖ, а там есть раздел «Основы военной службы». Вот там преподают «Основы военной службы». Начиная, значит, и плюс к тому знакомят с вооружением, с каким-то, с техникой, на базе. А после 10 класса они проходят, ребята эти проходят. Это только для молодых людей или для девушек тоже? Ну, обычно для молодежи. Для девушек там основа безопасности жизнедеятельности. А, разделился к тому, что я думаю, что такие знания не нужно. Да, да, немножко там по-другому. И после окончания 10 класса молодежь проходит пятидневный учебный сбор. Вот сейчас, 4 мая, мы планируем провести такое координационное совещание с представителями Минобора области, представителей 2-й армии, командиру воинских частей и под руководством военного комиссара и обсудить вопросы проведения вот этих пятидневных учебных сборов. Потому что приказом командующего войсками военного округа все наши районы, соответственно, и учебные заведения закреплены за определенной воинской частью. И командиры, зная об этом, уже, наверное, планируют. Где, когда и могут ли они провести вот эти пятидневные учебные сборы. Хотя в совместном приказе 96.134 от Министерства обороны и Министерства образования и науки России, значит, этот приказ 10-го года, там сказано, что если нет наличия воинских частей вблизи места, значит, нахождения вот этих учебных заведений, то, как правило, на базе этих школ с привлечением представителей, ну, должностных лиц военных комиссариатов проводятся сборы. Но мы попытаемся сейчас, чтобы наши школы максимально провели вот эти сборы на базе воинских частей. Опыт такой есть. Военные комиссариаты города Чапаевска, Красноармейского и Пестравского района, а также Безенчука, Приволжского и Хворостянского района уже проводили такие сборы пятидневные на базе воинской части, которая расположена в Чапаевске. А чем обусловлено вот пять дней? Вот что входит в это? Потому что вот что должно пройти в течение этих пяти дней? Какие ставятся задачи? Вот это интересно. Ставятся задачи... Потому что сбор воинский довольно серьезный для школьника практически. Значит, ставится задача максимально подкрепить те знания, которые ребята получили в 10-м классе. То есть уже, как говорится, и тактическая подготовка, и строевая подготовка, и стрельба и так далее и тому подобное. То есть как бы ребятам показать, что такое воинская служба, что такое воинский быт, познакомить с жизнью бытом военнослужащих воинской части, ну и так далее и тому подобное. То есть как бы ребята поняли, что это такое. Но это на базе воинских частей проходит. Ну вот мы планируем, да. Потому что они уже увидели. Да, совместным приказом это определено, и мы в свое время уже как бы знакомили школьников ранее, значит, с бытом, с жизнью воинских частей, как говорится, и с парковой службы, и с вооружением, и техникой. Сейчас мы хотим, чтобы пятидневный сбор уже в соответствии вот с совместным этим приказом провести. Чтобы не было такой неожиданности. Отчего возникает страх? Потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Вот в основной причине, да. А когда уже он побывает в воинской части, увидит, что тут есть там столовая. Да, конечно, конечно. Какие-то там элементарные. Тем более требования, чтобы было не менее трех блюд, как я понимаю, в воинской части, чтобы был выбор определенный. Ну, то есть, я еще раз хочу повторить, что с приходом нового министра, жизнь, быт военнослужащего, да, его, как говорится, обмундирование, наличие вооружения и техники, все меняется в лучшую сторону. Особенно же... Ты рассказал про обмундирование. Я вспомнила, что тогда громко заявляли о том, что Юдашкин будет, значит, автором вот этой военной формы для военнослужащих, для службы в армии. Вот неудачно, да? Ну, было, было такое, было такое. Ну, сейчас ситуация исправилась, и жалоб нет вот каких-то? Жалоб нет, жалоб нет. Так что, я считаю, что в этом направлении Министерство обороны работу построило очень хорошо. Это мое личное мнение. Я думаю, мнение всех остальных. Еще такой вопрос материальный. Сколько будет иметь денег уже юнормейц, чтобы как-то вот на какие-то свои нужные элементарные рассчитывать? Вы знаете, что солдат рядовой, значит, получает денежные довольствия в размере двух тысяч рублей. Ну, это немного, да? Но он находится на полном гособеспечении, да? Ну, да, конечно. Обмундирование, проживание, питание и так далее. Это будем так говорить, ну, как говорили, на сигареты там, да? На сигареты. Ну, кто курит? А лучше бы не курили. Да, на молоко пусть тратили. А если он сирота, что подтверждает с документом, он получает на тысячу больше. Понятно. И есть у нас такой центр, организация ДСААФ. Скажите, вот на базе этой организации тоже ведется какая-то подготовка призывников будущего и настоящего? Конечно, конечно. Значит, вот военный комиссариат в плане подготовки ребят по военно-учетным специальностям взаимодействует, значит, с девятью школами, четырьмя спортивно-техническими клубами и с аэроклубом, который расположен в поселке Бобровку, ну, Октябрьский. Значит, мы готовим, будем так говорить, мы вернее передаем, а ДСААФ готовит, значит, водителей категории С, водителей автокрана готовит, механику водителям ТЛБ, вот. И в последнее время, вот уже второй раз мы передали ребят на подготовку стрелка-парашютиста. То есть те ребята, которые сейчас, вот у нас 20 человек готовятся в поселке Октябрьский, они будут служить в воздушно-интестантных войсках. То есть у них уже будет три прыжка, плюс теоретическая подготовка, ну и все остальное. Так что ДСААФ работает в плане подготовки ребят для... Ну и кроме того, они там, допустим, в аэроклубе, вот в этом, они и строевой занимаются, и физической подготовкой, там очень серьезно все. Потому что, ну понимаете, прыжки с самолета, это серьезное дело, да, подготовка серьезная. То есть он приходит в воздушно-интестантные войска, он уже не боится, у него уже три прыжка есть. Он готовый. Вот вы сказали, что стремятся молодые люди к службе ВДВ, но есть еще тоже такая элитная, может быть, даже служба в президентском полку, она до сих пор сохраняется? И Самары также? Да, 15 человек. А что требуется для тех, кто... Это тоже вот престижно, да? Престижно. Ну, понимаете, нести охрану высшего руководителя нашей страны. Служить в Москве. Служить в Москве, да. Ну, ребята проходят, во-первых, проверку контрольных органов, проходят проверку физической подготовки. Вот. То есть там более строгий контроль. Ну, вообще контроль-то он везде строгий, но здесь идет наиболее жесткий отбор, будем так говорить, потому что вот мы, будем так говорить, отбирали где-то из 60 человек, потом сократилось до 40 человек, и сейчас вот 15 человек. Да, вот это подтверждает, да, престиж и ответственность. Ну, конечно, конечно. Да, престиж и ответственность службы. И хотелось бы тоже о каких-то вот страхах, которые ушли уже в прошлое, и советы призывникам от вас услышать, потому что вот меняется, да, вот мы с вами говорили, что меняется ситуация, отношения и так далее. Ну, у кого-то страхи все-таки, наверное, и остаются еще. Ну, психологически надо готовить себя к службе в армии, как к настоящему мужчине. Вот. Не бояться. Если ты крепок не только физически телом, но и духом, я думаю, служба будет... Я не скажу, что служба мед. Есть определенные условия, трудности, да. Потому что служба связана с боевой техникой, с оружием, понимаете, и от каждого молодого человека требуется определенный настрой и психология. Ну, работают психологи в воинских частях. Поэтому я думаю, что ребятам единственное пожелание не бояться. Все. Да, скажите, а у вас бывает такая обратная связь? Даже после службы в армии вот приходят уже отслужившие, который призывался вот у вас, проходил или где-то там, и делятся с вами, может, впечатлениями или нет? Или это редко все-таки? Конечно, редко случается. Ну, бывает. Скорее всего, это в районах. В районах, да. Потому что они там приходят, становятся на учет, их там встречают, они, наверное, делятся впечатлениями. Ну, нам приходят письма с воинских частей. Чтобы это тоже было так вот взаимодействие, что они только вот отправили, да, вот отделение призыва, и все, и забыли. Конечно, бывает, что и родители беспокоятся, особенно бабушки беспокоятся, и начинают звонить. И почему он, допустим, в госпиталь попал там, и почему и так, и даем им телефон. Вы уполномочены отвечать на все это? Мы, когда приезжают представители воинских частей за молодым пополнением, мы обязательно берем телефоны. Не только, допустим, этого представителя, но и дежурного, и командира части. И пытаемся как бы связать, помочь. Пишем письма. Иногда приходит ответ, иногда приходит ответ с опозданием от командира воинских частей. Ну, всякое бывает, да? Ну, стараемся помочь в своих, как бы, да, возможностях. Возможностях, да. Спасибо большое за такую подробную, важную информацию. Хорошего вам призыва весеннего. И вам тоже всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин